После начала полномасштабного вторжения в Украину юристы Агуры представляли интересы обвиняемых в распространении так называемых фейков, защищали интересы российских военных, отказавшихся участвовать в войне против Украины. Теперь правозащитную группу в России запретили. В своей деятельности организация делает акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников, признанных экстремистскими организацией. Из статьи издания «Голос Америки». Агора – один из наиболее известных в России проектов, оказывающих юридическую помощь людям, которые стали жертвами политических репрессий в России. Стоит отметить, что деятельность не только Агора, но и других крупнейших российских позащитных организаций, таких как Мемориал, Московская Кельсийская группа и прочее, она не вписывается и противоречит не внешней, а российской внешней и внутренней политике. Новые уголовные производства открыты в Москве против бывших участников одного из сильнейших антивоенных движений «Весна», которое в России признали экстремистским и запретили. Басманный районный суд Москвы отправил под арест до 5 августа шестерых фигурантов дела, и это при том, что один из обвиняемых, Василий Неустроев, вообще никогда не состоял в движении «Весна». Он участвует в работе избирательной комиссии округа, в котором он живет, в Санкт-Петербурге, участвует в лекториях, участвует в подготовке различных интеллектуальных программ. И в этом смысле, конечно же, Василий не какой-то там уличный революционер. Адвокаты подозреваемых уверяют, что обвинения беспочвены, и те, кто хотел выехать из России, давно уже это сделали. Сейчас в России продолжаются репрессии против любых антивоенных организаций – общественных и правозащитных. Можно закрыть структуру, но не прекратить деятельность людей. Ну, власти, конечно, это хотят, чтобы была прекращена деятельность людей. Именно поэтому сейчас начались и уголовные преследования. Путин боится проявлений этого инакомыслия. Именно поэтому они повторяют сейчас немножко другими средствами, но то, что творилось в Советском Союзе – репрессии по тем людям, которые каким-то образом проявляют это недовольствие, которое могло быть видимо. Скрыть преступления советского режима и переписать историю – еще одна цель притеснения правозащитных организаций в России. Так, Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тысяч рублей главу Уральского правозащитного центра «Мемориал» Алексея Мосина по статье о дискредитации российской армии из-за фотографий с антивоенного митинга. Членов «Мемориала» российские власти преследуют с 2014 года, признав организацию инагентами. Эксперты уверены – так российская власть хочет скрыть исторические факты. Ведь благодаря работе «Мемориала» были созданы списки жертв политических репрессий СССР. Было обнародовано более трех миллионов фамилий жертв советского террора из рассекреченных архивов. «Мемориал старшей российской власти. Мемориал был организован в конце 80-х годов как независимая площадка гражданского общества. И именно этим он и раздражал российские власти». Сейчас над российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным продолжается суд, на который не пускают журналистов, а трансляцию запретили. Также стало известно, что другому осужденному политику Владимиру Карамурзе, приговоренному в России к 25 годам лишения свободы, перестали передавать письма через сервис в СИН-письмо. Они не проходят тюремную цензуру. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.